Кыргызстанский таксист 8 часов ждал у подъезда пассажирку, чтобы вернуть ей забытый кошелек. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook. По прилету в Москву Варя Борцова вызвала такси, чтобы добраться до дома. Устав после дороги, девушка легла спать, а когда проснулась, обнаружила, что оставила в такси кошелек со всеми своими деньгами, банковскими картами и документами. В ужасе она бросилась на поиски водителя, обзвонила все службы, но все было тщетно. Водитель, как оказалось, ее тоже искал, но так как информации о ней не было, он решил дождаться ее у подъезда. Я собиралась заблокировать свои банковские карты и приступить к мучительному пути восстановления для остальных моих документов. Мой отец смотрит в окно и говорит, там стоит парень снаружи, такси. Может, это твой таксист? Это действительно таксист из Кыргызстана, который отвез меня домой 8 часов назад. Он ждал снаружи, с моим кошельком и спрашивал каждого человека, покидающего здание, знают ли они меня. Где вы были? Как долго вы можете спать? Я замерзаю здесь. Воскликнул он, когда увидел меня. Я плачу, он плачет, я обнимаю его. Прохожие смотрят на нас в замешательстве. Он замерз, но ждал перед моим домом 8 часов. Не уверена, что он куда-нибудь отходил для того, чтобы поесть. Какой человек? В знак благодарности Варя Борцова заплатила кыргызстанцу за благородный поступок сумму в пять раз превышающую стоимость поездки. Как зовут героя, она тогда не спросила. Позже вспомнила и о Бешкеке, и о том, что приезжала сюда когда-то. И после этого случая у нее возникло желание вновь посетить Кыргызстан. Как оказалось, благородный поступок совершил Кайрат Тентемишев. Прождать 8 часов для того, чтобы вернуть имущество совершенно чужого человека – это очень хороший поступок. Он не подумал даже о своей работе, которая часы тикают у таксистов, мы все знаем. Но он все-таки простоял у прохожих, у тех, кто выходил с того подъезда, куда она заходила утром. Расспрашивал, показывал ее фотографии, знает ли кто-нибудь ее. Не увенчался успехом, но в конце концов она сама вышла и вот вернула. Вот такие хорошие поступки в последнее время, в последние, скажем, 2-3 года, больше стало в России со стороны кыргызских граждан. Это не единственный случай, когда Кыргызстан за своими поступками прославляли не только себя, но и свою родину. Два года назад работавший курьером в Москве наш соотечественник Марат Исаев вместе с сотрудником московской полиции спас женщину. Они вытащили упавшую на рельсы женщину за 30 секунд. За героизм Марат Исаев был награжден и в Кыргызстане, и в России. Далью за спасение погибавших награждены Исаев Марат Уразматович, гражданин Кыргызской республики. Ас-саламу алейкум, Кыргызстан. Я Исаев Марат Уразматович. Передаю огромный привет всему Кыргызстану. Также хотел рассказать о наших дружеских семьях с Артемом Короликом, которые в 2016 году спасли женщину в метро. Мы часто созваниваемся, отмечаем также 11 февраля, это наш второй день рождения. Сидим в теплом месте, говорим о упрощающем, говорим о наших будущих отношениях с семьями. Также в 2016 году многие СМИ обратили внимание на случай, произошедший в российской Пензе, когда тонущую в реке женщину спасли граждане Кыргызстана. Тогда наши соотечественники не только вытащили пожилую россиянку из воды, но и оказали ей первую медицинскую помощь. После выяснилось, что рисковал своей жизнью, спасая чужую, бывший министр сельского хозяйства Турёх Улбеков. Слава Богу, что женщина ожила, кровь уже начала поступать в ее голове, ожила. Через 10-15 минут приехала скорая, ее забрали в реанимационное отделение. На следующий день я ее посетил, слава Богу, она выжила. Они были рады вот такому характеру. И мне было приятно, что действительно на побережье начали обсуждать, что вот наши мужчины не прыгнули, а вот вы, ну имеете в виду, что мы азиаты, при первом вызове мы бросились в воду. И мне было это очень приятно, что о Кыргызах, о мигрантах начали думать и тоже хорошие. Да, в соответствии с этим опекунша и сама пожилая женщина обратились в МЧС России и приказом Министерства по чрезвычайной ситуации Российской Федерации я был представлен в государственной награде и был награжден медалью за спасение утопающих на воде. И возможно это только те случаи, о которых написали журналисты. В российской прессе время от времени появляется информация о том, что трудовые мигранты из бывших советских республик совершили героические или просто достойные уважения поступок. Эльнура Бекпасарова, Рахат Джанбекова, Асхат Ибраимов, НТС.